Fruit up the world, make it a better place for you and me and for all the rest, the rest of us who want to thrive and make it a better way of life. Fruit up, Fruit up! Привет всем! Добро пожаловать в SS-студию. Сегодня 36-й день блогера за 90-е и тема «Расизм в стране, где я живу». Данное видео я решила записать, читая с телепромтера, дабы не экать и не мекать и не упустить то возможности ничего из того, что хотела сказать, так как тема очень-очень серьезная и, на мой взгляд, требует более серьезного подхода. Если уж говорить на эту тему, то серьезно. Не так. Две минуты. К большому сожалению, очевидно, что расизм до сих пор процветает. Очевидно, но очевидно не для всех. Честно говоря, я лично тоже думала бы, что расизм канул в лету давным и давно, если бы не была замужем за афроамериканцем, что дает мне совершенно другой угол видения. Именно это, будучи замужем за афроамериканцем, помогло мне открыть совершенно иную картину. После целого года проживания в одной из очень российских местностей, я об этом даже не подозревала по своей наивности, совершенно не замечала никаких притеснений к лицам, имевшим любой другой оттенок, кроме белого. Но, тем не менее, оно это было. Это просто мне было не видно по наивности. На поверхности и по законам царствует равноправие. А на деле негласно явные привилегии остаются у белокожих. А всех, кто не белокожий, и тем более афроамериканцы, ущемлены буквально во всем. И многие, особенно из старших поколений, относятся к ним до сих пор пренебрежительно, с неприязнью. Тема скандальная, противоречивая и очень чувствительная. Но я рискнусь. Рискну все-таки, не вдаваясь в историю и подробности, так как их можно разбирать неделями, и можно найти информацию в интернете, если уж очень интересно всю историю, и все фильмы, и книги. И море. Ну, как с позиции жены афроамериканки и матери двух мулаток, расскажу сразу про реакцию родителей, когда я сказала, что встречаюсь с афроамериканцем. Позвонила все домой, в Россию, да. Папа, не возьмите мне, сказал, какая разница. Мама немножко боязно восприняла, насколько я помню, основываясь на имиджах из фильмов, да. Новостей и всему тому подобное. Но как-то быстро все остаканилось и выровнялось, и все тоже стало нормальным. Ну что ж, возьмем хотя бы факт, что по статистике белые и черные употребляют почти идентичное количество, например, уличных наркотиков. При этом шанс арестованным быть за имение наркотиков в три раза выше у черных. Их больше останавливают полицейские, больше вот сразу к ним недоверие, вот так, черный за рулем, за любые мелкие нарушения, либо даже просто простой необоснованной проверки. Вот просто так обыскивают. Зачастую белых отпускают, даже если что-то находят, да, вот если остановили белые, нашли что-то. Вот пример с нашим пьяным знакомым, у которого выкатилась бутылка водки с колен при выходе из-за руля. И ничего, никаких взяток, все, ладно, до свидания, будьте осторожны пока. У черных такого никогда не бывает. Это не вариант совершенно, это такое из области фантастики. Даже при незначительных нарушениях, что уж говорят, если они действительно нарушили закон. В черных стреляют при малейшем подозрении и стреляют не ранить, а на убой, без разбора. Вот именно на истребление, на истребление, как будто вот надо от них избавиться под любым предлогом. Допустим, эксперименты на устройство на работу. При рассмотрении заявок руководства компании, черным перезвонят в два раза реже, чем белым, исходя только лишь из их имени. У них нередко встречаются характерные только для афроамериканцев именно адрикам. Лакише, Танише, это сразу точно видно, что человек черный. При том, что вся остальная информация в резюме идентична. Возраст, пол, образование, опыт. Какие тут могут быть выводы? Из моего личного опыта, пусть это случилось 14 лет назад, но я уверяю, что сейчас пока мало что изменилось. Да, есть изменения, но мало. Я работала в ресторане у греков, где являлась одной из любимец. И относились ко мне все прекрасно, просто чудесно, когда я слово поперек. Когда же они имели честь увидеть воочию моего бойфренда, свадьба с которым постояла через пару недель. Начались потрунивания, подшучивания всевозможные, подколы, призывания одуматься. При том, что о нем они ничего не знали, кроме того, что это прилично одетый человек, с отличными манерами, прекрасной речью и цвета кожи темной карамели. То есть просто по цвету кожи, они уже you can do a lot better, кричали они руководством всего ресторана, менеджеры и владельцы, в общем, все, кому не лень. Что означает, ты достойна намного лучшего? Саша, ты что так опустилась? После того, как мы расписались, подколы стали жестче и прям уже реально такие специально стали засаживать в мою секцию столами, которые знали, что они не оставляют чаевые или оставляют очень маленькие и гоняют тебя до полусмерти. Это продолжалось каждый день, но мое самоуважение, знаете, заставило уволиться через неделю. В октябре будет 15 лет, как мы женаты, в ноябре, то есть, простите, и мы ждем уже третьего ребенка. И я не знаю, человек лучше в этом мире и с более чистым сердцем и помыслами. Мой случай – это мелочи по сравнению с тем, что приходится пережить другим представителям белой расы, которые связывают жизнь с представителями других рас, и тем более афроамериканской расы. Что же уже говорит про самих представителях не белых рас и афроамериканцев, в частности? И уж пока мы тут скажу, что мексиканцам, индусам тоже достается слегкой. Не хочется приплетать сюда политику, конечно же, не хочется, но посмотрите на необузданное стремление Трампа во что бы то ни стало вознести стену вдоль границы с Мексикой. Больше нигде не надо, да? Стену возводить только с Мексикой. Полный абсурд. На мой взгляд, данное намерение, вот только это намерение, прекрасно завершает картину с расизмом и делает ее предельно ясной. А почему, думаете, на выборах один из выдающихся слоганов был «Вернем нашу страну, понятно?» Из чего? От кого? От кого вернем? От афроамериканцев, Обамы. Чтобы поскорее начать разрушать все хорошее, чего он смог достичь таким трудом, проходя через все эти тернии и столько прям преград на пути от белых, чтобы чего-то вообще достичь за свой срок, пока он был президентом. И мне нечего сказать людям, которые вот в это верят. Вы не стоите никаких переубеждений. Если вы настолько слепы, чтобы верить в полную дурь, спорить доказываетесь вообще. Я ничего не собираюсь. Это все идет от страха потери власти. Белые верхушки всеми силами пытаются держать разноцветный народ в низах. Именно в Америке я говорю, да? Потому что знают, что если их допустить наверх, то белые американцы потеряют власть. Вот этот самый богатый один процент всего мира. И ведь черные, они самые талантливые, интеллигентные люди. Это вот именно они, афроамериканцы. Если покопать историю, да зачем ее копать вообще? Просто проявить хоть небольшой интерес. Если вот вообще интересно, да правда дойти, то легко найти факты, кто и что придумал, все сотворил, разные вообще изобретения кто сделал, открытия, что это были черные люди. И их имена просто скрывались или заменялись на имена белых людей. Да. Расизм истощается. Это есть, конечно, и новое поколение более слепо уже на самом деле к цвету кожи. Но все-таки есть. И как вы не пытаетесь искусственно истребить афроамериканцев, заточая их в тюрьмы, руководствуясь фабрикованными доказательствами вины, проявляя минимум усилий, минимум усилий проявляют, чтобы спасти их в больницах, если они при смерти. Или если они больны. Стрелять без разборов, не поняв, кто вообще прав, кто виноват. Все равно любовь и свет, они победят. Они возьмут свое. Пусть он неизбежного просветления. Люди просветляются и просыпаются сейчас. Толерантность, смешение раз. Все больше мы видим эти смешанные пары. И все больше мы видим мулат. И все это будет заполонять, заполонять. И только представьте, какое отношение к себе вы получите, отдавая то, что вы отдаете сейчас, будучи белым. Как это все вернется потом, когда вы окажетесь в меньшинстве. Так что давайте дружить уже сейчас. Мы все едины. Каждый – это клеточка огромного организма Вселенной. Вселенная – это единый организм. Вот как человек с маленькими клеточками. Так вот Вселенная с маленькими человечками такими, как будто бы. Творите добро. У меня все. Тема на завтра, 8 марта. Отмечаете ли? Поздравляете ли? Все очень просто. Благодарю, что были со мной. Увидимся завтра. Спасибо, что пришли. Пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok